100 тренировочных задач абитуриента, задание номер 31. Как обычно перед просмотром попробуйте решить это уравнение самостоятельно. На первый взгляд уравнение сложное, потому что корней среди делителей свободного члена у нас нет. Поэтому надо что-то придумать. Попробуем сгруппировать вот эти первые 4 слагаемых попарно и вынести общий множитель за скобки. Тогда у первых двух слагаемых мы выносим x в девятой степени. В скобках у нас остается x в кубе минус единица. У второй пары мы выносим x за скобки. В скобках также остается x в кубе минус единица. Остальное переписываем. Также можно вынести x умноженное на x в кубе минус единица за скобки. Тогда у нас остается x в восьмой степени плюс единица. Остальное переписываем. И вот теперь удобно исследовать уравнение в таком виде на отдельных промежутках. Рассмотрим первый промежуток. Когда x меньше или равен нулю. Тогда у нас получается вот эта скобка. У нас строго больше нуля будет. Вот эта скобка у нас. Давайте проверим. Если мы сейчас в куб возведем, тогда будет x в кубе меньше или равно нулю. Потом вычитаем по минус единице слева справа. Получается вот это все меньше либо равно минус единице, а значит строго меньше нуля. То есть получается тогда у нас вот эта вторая скобка строго меньше нуля. Ну и x он у нас уже известен. Вот он какой. То есть меньше или равно нулю. Получается меньше умножить на меньше. Это больше либо равно нулю. Да еще умножить на больше нуля. То есть получается первое слагаемое больше или равно нулю. Да плюс еще единица. Получается вся левая часть больше либо равна единице. То есть нуля у нас не получится. Таким образом, для первого промежутка у нас уравнение корней не имеет. Пишем пустое множество. Нет корней. Следующий промежуток. Это мы рассмотрим, когда x больше или равен 1. Тогда у нас получается... Вот с этой скобки снова начинаем. Это больше нуля. Вот эта скобка. Как проверить ее? Сначала в куб надо возвести. Возводим в куб. Получается x кубе больше либо равен 1. Далее 1 можно перенести или по минус 1 вычесть. Это получается больше или равно 0. То есть получается, что вторая скобка больше или равна 0. Так, а вот это строго больше. Ну и это у нас больше либо равна 1, значит строго больше нуля. Получается, что первая слагаемая у нас больше или равно 0. Точно так же. Тогда вся левая часть больше либо равна 1, а значит 0 быть не может. То есть для следующего промежутка у нас также уравнение не имеет корней. Пустое множество. И остался у нас третий промежуток, когда x находится в пределах от нуля до единицы. Вот для этого промежутка мы будем оценивать уравнение в первоначальном виде. В первоначальной записи. Нам так удобнее. С x в 12 степени это всегда строго больше нуля. Понятно, мы даже записывать отдельно не будем. А вот для того, чтобы вот эту пару сравнить, нужно для начала сравнить вот этой степени. x в 9 и x в 4 для вот этого промежутка. Если у нас x находится в пределах от нуля до единицы, то чем больше степень такого числа, тем меньше само число. То есть у нас тогда получается x в 4 будет больше, чем x в 9. Откуда? Переносим x в 9 в левую часть, ну или вычитаем по x в 9 слева справа. Тогда у нас получается x в 4 минус x в 9 будет больше нуля. И нам еще нужно оценить вот эту пару. То есть минус x плюс 1. Аналогично. Смотрим. Вот давайте посмотрим на это неравенство. И во-первых найдем промежуток для минус x. То есть если у нас x от нуля до единицы, то тогда на минус единицу умножаем все части неравенства. Знаки меняются на противоположные, тогда у нас получается минус x больше минус единицы, но меньше нуля. И теперь нам остается по единичке прибавить. Прибавляем по единице к каждой части неравенства. Получаем, что минус x плюс 1 будет больше нуля, но меньше единицы. Теперь смотрим. Вот эта сумма, или разность можно сказать, вот она. Она у нас больше нуля. Следующая разность. Вот эта x в 4 минус x в 9. Вот она у нас. Она тоже строго больше нуля. И x в 12 тоже строго больше нуля на вот этом промежутке. То есть получается левая часть строго больше нуля, а справа 0. А это значит, что для третьего случая у нас также уравнения корней не имеет. Таким образом пишем ответ. Ответ. Нет корней. Ну или просто можно записать пустое множество. Задача решена. Кому решение задачи понятно, не забудьте поставить лайк и напишите несколько слов в комментариях к этому видео. Продолжение следует...